Творчеству все возрасты покорны. В уютной и дружеской обстановке еженедельно свои занятия проводят лоскутницы клуба «Русский стиль». Все участницы – пенсионерки, у каждой свой талант. Кто-то чувствует цвет, кто-то изобретает необычные узоры, кто-то мастерски шьет. Занятия проходят в обычном режиме. Самое сложное обсуждают на уроке, домой уходят с заданием. Мы приходим, разбираем все, просматриваем, подбираем материалы, ниточки, ткани. Вот что-то мы здесь успеваем сделать, что-то берем домой. Вот и когда мы приходим уже с готовыми, опять начинаем все это собирать в какую-то работу, пану или одеяло. А потом начинаем уже доделывать домашние задания обязательно. Ну и дома нужно что-то делать, это интересно. Пэтчворк – вид рукоделия, в котором по принципу мозаики плотно сшиваются лоскутки разного цвета и размера. Современные мастера выполняют объемно-пространственные композиции. Получаются настоящие произведения искусства. Идею для создания этого панно мастерицы почерпнули у теоретик абстракционизма художника Кандинского. В первую очередь нужно делать то, что тебе само интересно, то есть выражать свое личное «я». Если это будет очень такая, как сказать, ну меркантильная какая-то тема или такая конъюнктурная, она никогда не найдет отклика. Потому что будет видно, что холодно сделано, с холодным сердцем. А когда это тебе живо интересно, вот как мы сейчас делаем работу с вышивкой. И ведь вот все восхищения просто друг от друга. Проводят в клубе теоретические занятия по цветоведению и композиции. Сшивать лоскутки несложно, а вот чтобы создать картину из фрагментов ткани, нужна ловкость и чувство вкуса. Ольга с другими участницами клуба «Русский стиль» делится своими умениями. Женщина делает авторские броши в стиле боха и мастерит куколки-благовест на здоровье, удачу и женское счастье. В творчество Ольга окунулась после смерти мужа. Говорит, нашла новые смыслы жизни. Это настолько успокаивает. В общем-то это психотерапия. А я называю кукол терапией. Как начинаешь, например, что-то делать. Во-первых, и пальчики, а это прямая связь с головой. Как бы все вот эти вот функции. И что самое интересное, никогда не повторяешься. Вот это мне всегда нравится. Я вот работала бухгалтером. А тут что-то новое. Ивановский клуб лоскутного шитья старейший в России. Он существует с начала 90-х годов прошлого века. Открыт для представителей любого пола, возраста и профессий. Но посещают его в основном только пенсионерки. Они рассказывают молодежи недотворчество, работа и другие заботы. Времени открыть в себе талант не хватает. А зря. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.